Вы закончили свои дела и вдруг подумали, а ведь не за горами уже отпускной сезон. Пора бы отвезти душу на отдыхе. Тут на ум приходит типичный набор. Навязчивый Египет, шумная Турция, непонятный Таиланд, суетная Европа, сладкое Средиземноморье. Что же выбрать? Никто не волен навязывать вам свои вкусовые предпочтения, но об одном могу сказать вполне уверенно. Отдыхать можно хоть где, но главное в отдыхе – результат. Результат, который вы привезете из поездки. Что это будет? Тропический загар, чемодан побрякушек, похмельный синдром, неразборчивые фотки из бассейна? А может быть заряд энергии на весь год, тонус и настроение? Я прекрасно понимаю вас. Хотя вы и наслышаны о таком чуде, как озеро Байкал, решиться ехать туда в первый раз не так-то просто. По крайней мере гораздо труднее, чем отправиться по накатанному пути на запад или юг. Меня зовут Стас Тюриков. Вот уже второй год я занимаюсь темой активного туризма внутри России. В основном это Байкал, Иркутская область и Бурятия, а также Адыгея и Камчатка. Здесь, на моем сайте, я попробую заочно познакомить вас с прелестями именно активного и экскурсионного туризма. Расскажу о достопримечательностях и секретах некоторых мест. И, конечно, о своем туристическом опыте и опыте других путешественников. Скорее всего, вам будет интересно услышать ответы на некоторые вопросы, которые обычно задают люди, столкнувшиеся с вопросом «Куда поехать?». Стоит ли вообще проводить отпуск в России, в частности на Байкале? Каких приятных сюрпризов можно ждать от поездки на Байкал? Что принципиально отличает активный туризм от других видов отдыха? Во что обойдется вам незабываемая поездка на Байкал, в Адыгею или на Камчатку? Есть ли отрицательные отзывы после отдыха на берегах Байкала? В чем же вообще плюсы отдыха в сибирской глубинке, если сравнивать с зарубежными? Скорее всего, вы давно уже лелеяли мечту провести законный отпуск в заповедных сибирских краях, ведь вы наслышаны о них с детства. Но, как обычно, вас останавливают серьезное расстояние, мнимое отсутствие комфортных условий, да и в одиночку ехать в первый раз как-то боязно. Я рассею ваши сомнения и помогу вам. Не такие уж это и расстояния, не такая уж там глушь и отсутствие цивилизации, да и ехать вам все равно в компании. Даже если группа не набирается в Удмуртии, все равно вам не придется в одиночку разъезжать по берегам священного озера. Группу наберут там, непосредственно на Байкале, в Иркутске, Братске, Улан-Удэ, и вы присоединитесь к ней в первый же день после приезда или прилета в один из этих городов. Уж точно в поездке вам бы хотелось оказаться плечом к плечу с надежным человеком, который не раз бывал на Байкале, который знает Байкал и имеет опыт походов по Байкалу. Такого человека я вам гарантирую. Мои байкальские партнеры предоставят вам для всех своих туров опытных, надежных и даже обаятельных инструкторов и гидов, которые прекрасно знают свое дело и не первый год сопровождают туры, экскурсии и походы по берегам Байкала. Я знаю, часто бывает так, человек узнал об интересном туристическом направлении, вспомнил об своих мечтах, потом прочитал описание, посмотрел на цены, все приемлемо. Но не хватает духа решиться на поездку, пойти в разрез стереотипу, ведь все вокруг ездят в Азию, в Европу, на Ближний Восток. Если вы сейчас в таком же положении, не откладывайте, свяжитесь со мной и я найду для вас доводы и рассею мнимые сомнения, которые мешают воплотить вашу мечту. Сделайте решающий первый шаг и на втором вы уже почувствуете нашу поддержку. А третьим будет долгожданная поездка на Байкал.